Кора эвкалипта снизит стоимость производства графина в сотни раз. Материалы химия 15-43-25 июнь 2019 сложность 4.1. Кора эвкалипта снизит стоимость производства графина в сотни раз. Листья и плоды эвкалипта шаровидного, кора которого использовалась в работе. power.science.q.org Ученые представили модифицированный способ синтеза графина. Идея заключается в использовании экстракта коры эвкалипта в качество восстановителя в реакции получения графина из его оксида, который является намного более дешевым веществом. В результате получаются листы не идеальной формы, но их качество достаточно для многих применений, а цена получения значительно снижается, пишут авторы в журнале. ACS Sustainable Chemistry Ampersand Engineering Графин – это одна из аллотропных модификаций углерода. Это вещество состоит из объединенных в шестиугольники атомов, расположенных в одной плоскости. Графин обладает рядом необычных свойств, которые интересны как с точки зрения фундаментальной науки, так и в связи с потенциальными применениями. Физика в первую очередь привлекают электронные особенности графина, связанные с линейной дисперсией носителей заряда, в результате которой электроны внутри вещества становятся эффективно безмассовыми. В плане технологий к этому добавляются механические свойства, такие как высочайшая прочность на разрыв и гибкость материала, в результате чего он считается идеальным кандидатом для использования вносимой электроники. Также графин обладает исключительно высокой теплопроводностью и поглощает свет в широком диапазоне длин волн. На данный момент существует масса методов получения графина – химическое осаждение из газовой фазы, эпитоксиальный рост, различные виды отслоения графита или его интеркаляции и другие. Схематическое представление использования кор-евкалипта в получении графина. В статье ученых их Австралии и Индии описываются результаты использования в качестве восстановителя экстракта из коры эвкалипта шаровидного группы близкородственных деревьев, растущих на побережье Австралии и Индии. Авторы отмечают, что другие группы уже неоднократно пытались применять восстановители растительного происхождения, но в тех работах формировались скомканные агломераты листов графина, которые не подходят для большинства применений. Экстракт коры эвкалипта никогда ранее не использовался для синтеза листов графина и мы с удивлением обнаружили, что этот метод не только работает, но и превосходит аналоги, причем как в плане безопасности, так и в плане общей стоимости, говорится автор работы Суреш Бхаргава, Журеш Бхаргава, из Мельбурнского Королевского технологического университета. Наш подход может снизить цену производства графина с примерно 100 долларов в США за грамм до всего 50 центов, увеличивая его доступность для промышленности по всему миру и обеспечивая развитие множества новых технологий. Авторы отмечают, что эффективность экстракта связана с высоким содержанием высокомолекулярных полифенолов в коре эвкалипта. Одним из основных параметров качества графина, полученного из оксида, является отношение углерода к кислороду CO, которое должно быть как можно большим. Предложенные варианты химических реакций веществ из коры эвкалипта, которые позволяют избавить от модификации структуры графина различными группами из атомов кислорода и водорода. В качестве тестового применения исследователи выбрали конденсаторы, для чего измерили соответствующие электронные характеристики полученного графина. В частности, удельная емкость вещества оказалась равна 239 фарад на грамм. Это значение существенно меньше, чем у получаемого с помощью опасных химикатов графина, и ниже теоретического предела, но больше, чем у других экологичных аналогов. Максимально измеренная авторами плотность энергии составила 1800 ватт на килограмм. Мы брали интервью у одного из первооткрывателей графина Нобелевского лауреата Константина Новосилова. Одним из активных направлений исследований графина в последние годы стала сверхпроводимость, которая возникает в двуслойном веществе и их относительном повороте на определенный угол. Также мы делали тест, который поможет разобраться, что вы знаете о самом тонком материале в мире. Тимур Кишилава Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова